привет друзья очень много подписчиков просит меня снять видео о том как работать на силу конкретно применяя тренировках цепи и резиновые жгуты сегодня мы с вами об этом как раз таки поговорим и покажем как вы понимаете золотая тройка лучшее что может быть в тренировках где можно использовать и нужно использовать резиновые жгуты и цепи начнем с приседаний но используя цепи вам не нужны специальные приспособления в монолифтах которые к сожалению есть не в каждом зале есть такие штучки за которые вы сможете легко зацепить ваши резинки и выполнять упражнения поэтому придется вам как-то исхитряться изгаляться что нужно помнить перед тем как начинать делать движение с резиной с цепями естественно нужно хорошенько размяться поприседать сначала с пустым грифом с весом без применения резины или цепей в чем преимущество резины и цепей многие не понимают многие задаются этим вопросом ответ на самом деле очень прост когда вы используете максимальный вес который можете работать в верхней точке амплитуды в нижней он будет для вас очень большими вы не сможете с ним встать будь то приседы становая тяга или жим лежа но используя цепи или резину вы создаете такую нагрузку адекватную на каждом участке амплитуды получается что в верхней точке вес максимальный за счет того что цепи полностью подняты над землей висят в воздухе усиливая вес штанги по мере того как вы садитесь или опускаете штангу звенья цепи касаясь пола остаются на полу снимая нагрузку с веса штанги поэтому в нижней точке амплитуды он тоже для вас адекватен попробуйте для начала применить резину или цепи с тем весом с которым вы обычно работаете вы увидите что сможете сделать либо столько же повторений либо на 1 2 меньше но вам будет гораздо гораздо тяжелее мышцы будут получать адекватную нагрузку на всем протяжении амплитуды это очень важно как в построении силы так и в построении массы в основном люди применяют цепи для работы на силу но я советую и сам лично применяю тоже для работы на массу под тем же причинам единственная разница в том что веса и повторения конечно же разные когда мы будем с вами работать на силу веса будут большими повторения меньше а когда будем работать на массу наоборот веса будут поменьше повторений побольше на силу с цепями и резиной можно работать в разных вариантах работая на 2 3 повторения работая на 78 повторений разница в чем разница конечно же будет в весах не там не там ни в коем случае не доходите до отказа запомните отказ убивает силу чтобы грамотно развивать ваши силовые показатели нужно оставать оставлять в запасе 1 2 повторения либо когда вы работаете на пределе если вы почувствовали что следующее повторение может стать для вас предельным вы останавливаетесь сделали 4 повторения чувствуете что в пятом наступит отказ вы останавливаете упражнение таким образом вы будете четко контролировать вашу тренировку и веса ваши будут расти соответственно будет расти сила от того как вы питаетесь будет зависеть будет ли рост мышечной массы как нужно выполнять движение естественно техника остается техникой здоровье превыше всего поэтому мы с вами идеально соблюдаем технику для новичков использование резины и цепей противопоказано первые два года вы даже не думайте об этом пока ваша техника не записана в вашей голове как программа на компьютере даже не думайте об интенсивных тренировках не думайте о повышениях весов это приведет только к травме когда вы работаете на пределе вы не должны думать ни о чем только о борьбе с весом техника должна быть вашей программе в вашем внутреннем ощущении вы совершенно не должны о ней думать всегда четко подконтрольное негативное опускание никаких резких падений если вы делаете приседания если вы делаете жим лежа как вы можете заметить большинство людей кидает вес вниз нет четкое медленное опускание негативная фаза движения должна быть в два-три раза медленнее чем позитивная вы должны быть подобно пружине или поршню медленно опускаете вес накапливая энергию а вот позитивная фаза когда вы поднимаете вес должна быть соответственно взрывной к примеру если вы делаете жим лежа медленно на 3-5 счетов опускаете подконтрольно вес вниз коснулись грудных мышц грифом штанги и резко на выдохе взорвались включаются все мышечные волокна какие только есть вы тем самым будете создавать максимальный импульс для развития вашей силы но не забывайте что негативная фаза важнее позитивной многие этого не знают большинство этого не знает многие этого не понимают из тех кто знает поэтому сосредоточьтесь на негативной фазе особенно когда вы работаете с цепями либо с жгутами либо и с тем и другим одновременно это очень важно почему это важно вы знаете что я всегда учу вас в первую очередь думать о здоровье по статистике практически 90 процентов травм происходят в негативной фазе именно поэтому нужно еще обращать на нее особое внимание если вы будете бросать вес вниз под действием силы тяжести под действием гравитации хотите вы того или нет в нижней точке амплитуды вам нужно будет его ловить либо вас придавит к земле либо вам разобьет грудную клетку если вы делаете жим лёжа но нам этого не нужно мы этого хотим избегать поэтому в первую очередь конечно же здоровья и техника не вздумайте работать без страхующих когда вы будете работать с цепями возможно вам будет мало одного напарника поэтому просите инструктора либо людей находящихся в зале а лучше иметь свою команду которая будет вам помогать обратите внимание медленно опускаем вес вниз коснулись груди и взрыв можно работать как узким хватом для трицепса так и широким будут больше включаться грудные мышцы я люблю работать в этом упражнении именно на силу на массу я практически не использую жим лёжа вы это знаете и выполняю в нескольких вариантах два три повторения пять повторений и семь восемь повторений два три повторения бывают очень редкими такие тренировки я провожу крайне редко 5 6 повторений чаще еще чаще 7 8 7 8 повторений тоже прекрасно растят силу но действует на определенные мышечные волокна можно ли использовать цепи когда вы тренируете окислительные мышечные волокна да действительно можно и по всем вышеперечисленным причинам они будут вам очень сильно в этом помогать попробуйте естественно веса будут меньше вы знаете особенности тренировок окислительных мышечных волокон другими словами их называют медленными поэтому старайтесь использовать весь арсенал возможных тренировок помня естественно о здоровье смотря на все через призму сохранения и улучшения вашего здоровья если вы чувствуете что в таких упражнениях как приседания или становая тяга вы дошли до предела примеру в третьем четвертом повторения вам по программе нужно сделать 5 6 ничего страшного бросьте вес уменьшите вес поработайте не старайтесь кому-то что-то доказать это очень опасно это может вам стоить здоровье это может вам стоить серьезнейшей травмой которая выбьет вас из тренировочного процесса на многие месяцы многих вообще навсегда используйте цепи используйте резиновые жгуты помните о том что негативная фаза должна быть замедленной помните о том что взрывная фаза позитивная она должна быть мощной и делается на выходе на выдохе на вдохе мы опускаемся я стараюсь опускаться на задержке дыхания но это не подойдет всем особенно тем у кого предрасположенность к варикозу я об этом сниму скоро коротенькое видео потому что очень много вопросов приходит на эту тему обращайте внимание на то как вы закрепляете резиновые жгуты и цепи ибо если они будут слетать во время движения это тоже может принести вам серьезные травмы потому что штанга перекосится позвоночник получит неравномерную нагрузку с какой-то стороны может произойти защемление и серьезная травма становую тягу можно делать также еще из подставок но о том как работать можно снять отдельное видео что вы должны понимать нужно понимать что тренировки с резиновым жгутом и цепями они гораздо эффективнее нагружают ваши мышцы потому что адекватную нагрузку они получают на протяжении всего движения цепями могут работать как парни так и девушки можно работать как на силу так и на массу самое главное помним это сохранение здоровья через грамотную технику техника превыше всего если вы будете соблюдать все принципы безопасности если вы не будете работать до отказа то ваш прогресс будет колоссальным прогресс будет настолько сильным что вам будут завидовать ваши окружающие не спешите не старайтесь форсировать думайте о здоровье и все будет хорошо одним из моих любимых упражнений являются отжимания от брусьев вы знаете что это лучшее упражнение для грудных мышц как в плане роста массы так и силы естественно я не обхожу его стороной и работаю с цепями иногда применяем реже конечно резиновые жгуты чем здесь хороши цепи я выставляю связку которая связывает меня с цепями на таком уровне чтобы когда я опускался в нижнюю точку цепи лежали практически полностью на земле когда я выжимаю себя вверх на прямые руки отлично работают грудные мышцы получаем максимально возможную нагрузку так как цепи полностью поднимаются над землей и повышают вес моего тела усиливают воздействия на трицепсы и грудные мышцы вы так не поработаете с гантелью или блином потому что он постоянно висит создавая увеличивая вес вашего тела и в нижней точке естественно нагрузка неадекватно той которую вы можете выполнить в верхней точке помимо всего этого вы можете травмировать плечевой сустав используя блин или гантелю цепи же снимают эту проблему по той простой причине что вес адекватен на всей амплитуде движения вот сейчас мой ученик макс спрыгнул с брусьев за что получил нагоняй никогда не делайте этого не в подтягиваниях не в отжиманиях от брусьев особенно с дополнительным весом потому что можете получить серьезную травму всегда спокойненько опускайтесь поэтому вы видите я опустил брусья максимально низко насколько это возможно для выполнения данного упражнения если у вас нет такой возможности просто пользуйтесь подставкой и начинайте движение наступив на нее особенно заканчивайте движение не спрыгивая с брусьев или турника а шагивая по ступеньке данное движение мне нравится работать в нем на силу на силу я в нем работаю минимум на 5 повторений обычно это 5-6 повторений когда же я работаю на массу то это 8-12 повторений но всегда это медленное опускание и взрывное поднимание если вы хотите чтобы больше работали грудные цепляйте вес спереди тогда вы будете наклоняться и включать большую работу грудные мышцы если хотите что больше работали трицепсы прицепляйте вес со спины сзади тогда у вас будет более ровное положение и трицепс будет получать адекватную нагрузку итак друзья если мы с вами работаем на силу с применением цепей на 78 повторений вес используем такой чтобы выполнив 7-8 заданных повторений у нас осталось еще два-три в запасе основная задача в данной тренировке медленное опускание подконтрольное и мощное быстрое взрывное повторение в позитивной фазе движения чем быстрее вы будете преодолевать позитивную фазу тем лучше пройдет тренировка тем лучше будет работать необходимое количество тех мышечных волокон которые мы с вами будем тренировать именно подобным способом нужно делать в такой тренировке от пяти до девяти рабочих подходов при этом отдыхать между ними две минуты когда мы с вами работаем на два-три повторения в запасе должно оставаться как минимум одно повторение основная задача в негативной фазе та же как можно медленнее и подконтрольнее опускать вес позитивная фаза взрывная мощная на хорошем мощном выдохе необходимо сделать 4-5 рабочих подходов отдыхать между подходами от трех минут до пяти когда же мы с вами будем делать тренировку при которой будем использовать 5-6 повторений соответственно подбираем такой вес при котором последнее пятое шестое повторение будет реально последним но не до отказа то есть если вы чувствуете что пятое шестое повторение вы сделали но с большим трудом и следующее повторение будет отказным это как раз таки то что нужно ни в коем случае не доходите до отказа если вам нужно сделать 5-6 повторений а вы сделали 4 или 3 но почувствовали что следующее повторение вам не поддастся останавливайте подход поверьте мне вы только сделаете себе лучше чем сделаете баранку чем войдете в отказ не дай бог не сможете выжать повторение еще большая просьба я делаю видео уроки для вас и никогда не буду брать за них деньги но у меня есть инстаграм page м джим кто подписан хорошо кто не подписан подписывайтесь и ставьте лайки под каждой фотографии для чего это нужно это нужно мне в первую очередь для того чтобы вступить в команду рича пиана 5 процентов нутришин вы получите также от этого пользу потому что видео уроки видео советы будут более интересными более качественными от вас не требуется никаких финансовых вложений просто поддержите меня я буду вам благодарен ну и естественно отдача вам будет соответствующая ссылку на инстаграм вы найдете под данным видео а также на мои другие ресурсы где вы сможете получать постоянный партнер и спонсор моих видео уроков power strength gym и забывайте друзья что у меня есть группа закрытая группа специально для тех кто не хочет тратить свое время на изучение методологии методики теории кто хочет получать качественные и грамотные тренировки в группе расписанной тренировки на каждую новую неделю по принципу периодизации на каждый тип мышечных волокон на окислительные на гликолитические на промежуточные также расписаны все тренировки на силу на силу как минимум пять тренировок медленно окислительные мышечные волокна тоже имеют несколько разновидностей тренировок так же мы будем с вами тренировать выносливость не забывайте подписываться но помните что подписка стоит денег так как это большая работа но сейчас акция за 150 долларов вы можете вступить в эту группу пожизненно и получать классные грамотные тренировки получать хороший результат причем тренировки расписаны отдельно для девочек отдельно для мальчиков если вы муж и жена или просто пара можете сэкономить вступить только одним человеком в нашу группу следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас все о становых тягах если вам что-то непонятно и у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока